Я рад приветствовать любителей настольных стратегий на канале Дамако, меня зовут Станислав и сегодня мы будем создавать свой военный конвейер в игре под названием Призмата. Но перед тем как мы начнем свое победоносное шествие, я бы хотел поблагодарить ребят из Лунарк Студиос за оказанное доверие в изучении данного проекта. Ну что ж дорогие друзья, приступим. Пойдем сегодня с вами мы поиграть с ботами, потому что на примере ботов будет проще объяснить что здесь происходит. Механика игры нестандартная, я вам сразу скажу, будет довольно таки непросто в изучении. Я до сих пор не все еще понял, но надеюсь что мы разберемся. Суть такая, есть противник, есть естественно вы и кто кого победит. Вот это основная задача. Но механика такова, у нас есть с вами ресурсы, все карты которые мы имеем нам сразу же показывают. Нет никакой колоды в которой все это прячется и рандомно нам выпадает. Как говорят разработчики в этой игре нет рандома вообще. Что значит? Что победа будет напрямую зависеть от вас. Как вы грамотно сыграете, насколько вы поймете ситуацию, как лучше разыграть тот или иной ресурс или как лучше разыграть того или иного юнита, как разменяться или не разменяться. То есть вы здесь должны все четко понимать. В этом плане игра конечно же будет казаться сложной и вполне возможно она такой и является. Но не знаю, пока давайте посмотрим. Я прошел полностью обучение. Вот все что я знаю об этой игре, все что было в обучении. Обучение довольно таки понятно и там все стало ясно сразу же. В чем здесь механики, как здесь все крутится. У нас есть ресурсы, например дроны дают нам одну монету. За счет этих монет мы можем покупать. Как видите, везде, возле каждого юнита, возле каждой постройки есть необходимое количество монет, которые мы должны потратить на постройку данных. Но есть также еще дополнительные ресурсы, они указаны ниже. Зеленый ресурс, насколько я понимаю, он как и золото накапливается. То есть он не сбрасывается, когда вы свой ход заканчиваете. Остальные ресурсы сбрасываются. Это тоже надо учитывать. Получается, если его поставили два завода, то два ресурса вы всего в ход и получите. Ну, естественно, можете ставить один зеленый завод и он будет давать вам постоянно ресурс, который будет накапливаться. Давайте с вами что-нибудь построим. Я предлагаю построить пару дронов. Как бы я думаю, нам это сейчас больше всего надо. Нам нужно обзавестись деньгами. И закончим. Ага, он зеленый завод ставит. Ты посмотри-ка. Вот зараза. У нас что-нибудь из зеленого? Ну, у нас в принципе есть. У нас вот этот есть чудик интересный. Вот этот вот есть парень здоровенный. Блокирующий на 6 хп. По-моему, очень даже мощно. Так, ну давай. И еще поставим. И одного инженера. Инженеры нам дают энергию. Каждый инженер дает одну единицу энергии, которую мы потом можем тратить, например, на наших дронов. В принципе, больше никуда они и не тратятся. Наверняка есть еще какие-то постройки, которые требуют энергии. Но в основном инженеров я использую как защиту. Вот так. Он уже поставил вторую. Какой он хитрый. Так, ладно, давайте, знаете, что здесь сделаем. Поставим, наверное, тогда кровавую. Кровавую штуку. В принципе, я бы и эту поставил. Почему бы и нет? Пускай потихонечку нам дает энергию. То есть, у него уже одна единица есть. Бой будет проходить в несколько стадий. То есть, первая стадия, когда вы собираете ресурсы, постройкой занимаетесь. Вторая стадия, от вас будет идти атака. Она происходит автоматически. То количество очков атаки, которое у вас будет, вы будете просто наносить урон. А противник будет защищаться. Для него это будет фаза защиты. И потом мы поменяемся местами, естественно. Так, я думаю сейчас, что лучше нам бы построить. Можно построить вот эту штуку. Сколько она стоит? Шесть и один кристалл. А почему бы и нет? Поставим еще на деньги. У нас будет одна атака. Мы сможем пробивать. Но опять же, у него есть защита. У нас сейчас, видите, появилась одна атака. А у него есть восемь защиты. Это инженеры и вот эта вот сфера. Так как инженеры не ходят, он их не юзал. Они дают пассивный эффект. Их можно использовать как защиту. Наверняка он прикроется щитом из этого шара. И будет, в принципе, прав. Так, а нам с вами надо будет 12 очков. Мы можем. Нет, еще не можем. У нас нет зелененького. Можно еще, кстати, купить тогда одну. И можно купить еще один завод. И я еще одного инженера возьму. Погнали дальше. У нас одна единица атаки. Он выбирает, кто будет защищать его. Выбрал инженера. Инженер ушел. Вполне возможно, что вот этот вот аппарат, он не восстанавливает здоровье. Так и есть. Он хрупкий, он может быть поврежден. Игра, конечно, на английском языке. Не знаю, будет ли со временем русский язык. Я надеюсь, что разработчики обратят внимание. Если, опять же, комьюнити подтянется и скажет, что вот мы такое комьюнити. Мы такие ответственные. Мы очень сильно хотим эту игру. И, возможно, они задумываются и сделают русский язык для расширения. Ну, а что больше людей, естественно, привлечь. Я возьму боевую единицу, вот такую вот, опасную. Смотрите, он, кстати, ни одного боевого юнита еще не построил. А мы уже построили. У нас есть на две атаки. Я не знаю, он опять, наверное, закроется инженерами. Давай. Хоп-хоп, два инженера. Так, опять ни одного атакующего. А у нас уже две атаки. Я могу еще шибануть. Еще на две. Так. Отлично. Еще одного боевого я поставлю. На четыре теперь. Смотрите, сколько он, как он сильно защищается. Он вообще вот не атакует. Странный какой. Есть некоторые юниты, которые, например, через некоторое время начинают только ходить. Как бы и все. Но их атаковать даже нельзя. В этот промежуток времени. То есть вы даже их не можете забомбить. Мне ничего не надо. Я буду просто наращивать мощь боевую при помощи вот этих юнитов. При помощи их же я и буду атаковать. Давай. Закрывайся. В принципе, он сейчас может заблочить, получается, сколько атаки. Три здесь и здесь еще два. Пять единиц. У нас с вами восемь. В любом случае мы будем сейчас ему давать уже по щам. Так, давай-ка я так вот соберу и вот так. Как видите, да, вот, например. У меня сейчас 11 очков. Мне, в принципе, как раз 11-е и надо для покупки данного дрона. Можно это рассчитывать заранее, если вы понимаете прекрасно, какая у вас будет страта. Но хотя я вот заметил то, что когда играешь с людьми, а я играл всего один раз, нам дают какую-то рандомную такую штуку. Вторую столбец дается рандомной. И я не знаю, откуда он вообще берется, кто его выставляет, как это все работает, понятия не имею. Ладно, давайте посмотрим. Ну, мы сейчас сыграем с вами. Потом разберемся. Естественно, я буду бомбить денежные заводы. У него нет денег. У него будет все одна монета, что он на нее купит. Да ничего. Зачем ему так много кристаллов, я не знаю. Опа. Опа. Оп. Как видите, кстати, снизу есть голубые отметки. Они означают, какое количество этих юнитов я могу создать за одну игру. У нас здесь, походу, где-то около пяти единиц мы можем создать. А может даже меньше. Сколько мы сделали? Раз, два, три, пять. Да, уже сделали и пять осталось. Значит, да, десять единиц. Превысить этот лимит мы не можем. Мы потеряем этого юнита. Ничего уже не попишешь. Мы не потеряем его. Оставим. Ничего не попишешь. То есть, количество юнитов у нас ограничено. Естественно, чем мощнее юнит. Вот это, например, всего один делается такой. Один за игру. Ты можешь создать его. Вот. Ну, естественно, чем крупнее, чем мощнее, тем он будет, естественно, его будет и меньше. Два их поломаем. Ну, все тут уже. До свидания. Ну, это неудивительно, что бот. Но почему-то он даже не сопротивлялся. Странно. В данную игру я играл с людьми. Один раз всего лишь проиграл. Потому что просто я не понимаю пока механики. Честное слово. Я пока не понимаю, что сколько мне надо. Чего и как быстро. То есть, вот это самое главное понимать. Какое количество ресурсов у тебя должно быть. Чтобы, например, вот. Понимать, короче. Я вот типа строю пять дронов, например. Потом строю два инженера. Строю пару заводов. Все. Мне больше строительные не нужны. Я начинаю обороняться. Я начинаю защищаться. Я начинаю атаковать. Вот это самое главное понять. Пока мне это не ясно. Но думаю, что со временем, наверное, я это пойму. И смогу нормально воевать. Так что вы сразу не обессудьте. Сейчас мы будем воевать с людьми. Наверняка это будет не особо сильно удачный. Неудачный бой. Но... Так, мне предлагают типа... Я не могу их, да? Ну, я типа просто расставовкой занимаюсь. Как мне удобно. Я что-то не понимаю смысл скипа. Но, как видите, они даже вот скинованы. У многих есть скины. Это только какие-то пиратские скины. Смотрите, пират, инженер и пирадрон. Но я думаю, что эти люди, они гораздо лучше понимают. Мне вот в прошлый раз попался тоже чувак. У него тоже странный скин был на инженерах. Короче, не важно. Так, давайте докупим, наверное, пару дронов. Это у меня, наверное, пока хватит. Сколько? Девять, да? У меня вот есть, опять же, боевые единицы. Разбирает четырех инженеров. Дает кучу энергии. И две атаки. Нужен ли мне такой боец? А фиг его знает. Вот этого, в принципе, можно. Это создает инженера и дает одну атаку. В принципе, можно. Нам надо с вами заканчивать ход. Тут есть временная отметка, которая позволяет нам, типа, время какое-то подумать. Но если вы играете не так часто, например, или впервые, как я, например, ну, практически впервые, то, естественно, будете думать гораздо дольше. Так, сколько у меня сейчас? Одиннадцать. Мне кажется, мне одиннадцать вполне должно хватить. Давайте строить. Я даже не знаю, что мне бы лучше было построить. Ну, может быть, синий завод. А синий я запостроить пока, наверное, не могу. Да, у меня пять надо золота. Ну, давай поставим такой. Я не знаю. Посмотрим сейчас. Так, а он такой завод строит. Мне он тоже нужен. Я его тоже строю. В принципе, я бы не отказался и от такого завода. Построим все три ресурса. Может, конечно, я сейчас зря это делаю, потому что... Ага, у меня первая боевая единица, которая уходит на одну. Он начинает атаковать. Я могу поставить блокирующую стену. Как, в принципе, я сейчас, наверное, и поступлю. А также у меня есть. У меня ничего нет. Мне нужна одна. Я могу, в принципе, забить на это. Поставить вот это. И взять вот этого парня. Монетки пока сохрани. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ага, он еще какой-то турель хрен ему поставил. Так, посмотри, опасная какая-то штука. Давайте защитимся. Так, у меня у него две атаки, да, уже. Что это за дичь? Дает одну атаку. А, и можно отказаться от атаки. Она дает одну золото. В принципе, это неплохая вещь. У него уже на две атаки. Давайте, наверное, все-таки купим щит один. Можно пойти через обезьянок. Это, конечно, более долгосрочный какой-то момент. Но мы, по крайней мере, можем. Можем пойти. Смотри-ка, у него... Он просто в атаку прет. Ты посмотри, какой бешеный. Он бешеный просто. Ты бешеный. У него плюс пять. Смотри, сразу же у нас следующий ход будет ходить. Вот эти вот два динозавра будут ходить. Так, у меня есть плюс... Я на четыре защищаюсь. Еще и плюс инженер. Я могу защититься. У меня семь единиц защиты. На данный момент. Семь единиц. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Одно здесь. Мне нужен боец. Мне нужен боец. И желательно вот этот, наверное. Восемь, да? Три кровавых. Строим еще один завод. Я поставлю еще один шар. Я думаю, мне хватит. Я сейчас, походу, вшатаю одного из... Либо я вшатаю одну из этих защит. А, он увел в эту, да, штуку. Она что, прям шелдует? Прям щит-щит? Походу, прям щит-щит. Так. Так, у него уже шесть атаки. У меня три. Мне тоже потихонечку прирастает. Но у него гораздо быстрее растет, чем у меня. У него шесть. Восемь и три крови. Довольно-таки не дешево. Вам так не кажется? Учитывая, что я сейчас в следующий раз получу всего девять. Шесть. Так, давайте я еще щит, наверное, куплю один. Так, денег больше нет, да? У меня довольно слабая атака. На данный момент. А, я могу выбрать? Так, подожди. Что у него есть? Этого демона я не могу убить, наверное, сейчас. Я могу на две зарядить. Давайте убьем его деньги. Будем убивать деньги. Я понимаю прекрасно, что, может быть, это не лучший вариант. У меня 14 переход идет. Но я все-таки это так и поступлю. Так, он на шестерку на меня ходит. Я защищаюсь вот этим. Двумя инженерами. И ставлю один блок. Фига, это что такое вообще? Что за пушки какие-то корабельные? Что, псих что ли? Давай защищаемся. Потом докупим инженеров. Хотя, думаю, что они, наверное, только на следующий ход мне денег дадут, да? А он у меня на 8 ходит. Опять я могу, да? На 2. Так, ну этот я так понимаю, что больше жить не будет. У него... То ли он ходить не сможет, то ли что-то в этом духе. Нет, он не умирает. Он то ли защищать не сможет. Как видите, у него написано, что он только... Видимо, дважды может, то ли защитить он. Короче, я так и не понял, в чем функция 14. Мне интересно просто, кого мне лучше бы убить. От одной атаки избавиться или от денег? Давайте, наверное, все-таки от денег. Мне кажется, все-таки от ресурса важнее избавляться, чем... Чем от чего-либо-то еще. Хотя, в принципе, он так-то неплохо. У него сейчас считает 4, 9 атаки у него уже будет. Но у меня 6. Так, мне нужен, наверное, еще инженер. Давайте купим. Так, у меня не хватает защиты, да? Опять же, он сейчас только... Ну давай, подожди, подожди, подожди. Он же не сможет меня закрыть сейчас. Я смогу двух убить. Одного здесь. А, нет, смотри-ка, он прикрывает, да? Так, я могу как-то отменить, по-моему, свой ход. Типа, я передумал, по ходу нет. Типа, просто должен выбрать. Давайте уничтожим завод. У него 9 атаки. Закрываем. У меня 6, мне нужны еще. Так, ладно, я по ходу трачу больше, чем приношу. Он себе строит еще деньги. Короче, у меня явно тройка. Минус. Давай. Пять атаки. Я могу прикрыть. У меня сейчас 8 атаки. Ну, в принципе, мы потихонечку-то его, по-моему, мы сейчас оттесняем. Чуть-чуть, буквально. Совсем чуть-чуть. Но это происходит. Не так уж много мне дают. Ладно, сейчас еще раз, еще раз. Попробуем сейчас. А, сейчас я могу прям сейчас разыграть. Минус 4. Е-мое, парень. Так это я пока сломать не могу. Минус 2. Теперь у него всего на 4 атаки. Вот так поинтересней. Так, давай построим дронов. И еще на 4. 2 прикроет. Останется еще 4. Я могу еще кого-нибудь пронести. В принципе, реально можно. Так, давайте посмотрим. Еще чем боевое я могу поставить. Ну, ничего не могу. Мне денег не хватает постоянно, вечно. Так, всего 4. Вот такая тема. Может быть, я снесу ему деньги на 4. Останется у него десятка. Потому что пронесу ему, считай, боевого дрона. И что толку? У него их... Он все... Они всего по единице глупят. Вон, а давай. На четверку. Я вообще не сходил, что ли? Из-за того, что время истекло, я не понял, не шиши. У меня 6. Давай 2 хлопанем. И 4 осталось. У-у-у-у, какого он демона строит. Ты прикинь. Мы тебе все золото почистим. Так, еще такую фигню, которую инженер охотит. И он сразу же ходит, реально. 2. Давай вот так сделаем. Я тоже могу псину поставить. Я бы еще вот этого поставил. В принципе, это, наверное, было бы грамотно. Правда, у нас на 4 всего лишь. Но я-то с ним сейчас справлюсь. Я с ним сейчас его сразу же. Вот этого чувака, он не прикроется. Минус. Минус деньги. На тройку. Так, у меня сейчас на 4 атаки. Ну, в принципе, я думаю, что можно будет сейчас... Так, у нас чего нет? У нас инженеров нет. Парочку инженеров возьмем. Давайте я так даже сделаю. И на 9. Все, у боевых юнитов у него один только остался. Ну, все, мы, походу, победили. Я не знаю, он сейчас, наверное, возможно, сдастся. Это моя первая... Моя первая победа. Круто! Конечно, немножко кажется, вроде по-затяжному. Это все от того, что я, например, играю в эту игру очень... Ну, только совсем недавно начал играть. Поэтому я где-то пытаюсь еще подразобраться, что-то понять, пытаюсь выкурить тактику. Кучу чего-то понадавали. Какое-то ядро даже дали. Какое-то ядро. Надо посмотреть, что там за ядро такое. Это наши юниты, которыми мы, в принципе, с вами обладаем. Нам открывается определенная информация. Я, правда, не знаю, как их нагружать. То есть, их можно ли в деку поместить? Я деку здесь нигде не нашел. Вот. И я думаю, что они просто рандомно из нашего списка попадают нам в руку. Что-то в этом духе. Но, наверное, на рангет играх, возможно, ты там уже выбираешь конкретно. Тут, возможно, как бы полурандомное такое состояние выходит. В этом плане. Я не знаю, говорю, опять же. Я просто не знаю, ребят. Уж простите, конечно, за неосведомленность. Я не нашел просто возможности здесь выстраивать билд себе конкретный. Например, типа, вот этого я беру себе в билд, а этого беру себе в билд, он ко мне приходит. Такого нет. Я такого не видел. Дали мне какую-то штуку вкусную, походу, которую я тоже не знаю, где искать. Ладно, поищу это на досуге. Просто хотелось вас осведомить о такой вот игре. Она совсем недавно вышла, буквально несколько дней назад. Можете посмотреть, поизучать, кто любит подобное. Я думаю, найдут здесь отголоски интересных моментов. Кто не любит, конечно, те продают мимо. Игра не бесплатная. Игра платная. За нее нужно платить. Но я думаю, что вполне возможно из-за того, что она сейчас просто в раннем доступе. Поэтому разработчикам необходима помощь финансовая, чтобы развивать свой проект. Но когда она выйдет в релиз, опять же, это сугубо мое предположение. Никаких данных разработчики не давали по этому поводу. Что вполне возможно, она станет просто бесплатной. Может быть так, может быть нет, не знаю. Если хотите поучаствовать, людей сейчас на данный момент играет довольно-таки много. Постоянно люди переписываются. Это что? А, вот мировой чат. Как видите, люди постоянно переписываются, ведут беседы, играют друг с другом. Можете попробовать поучаствовать. Если особенно вам подобные игры нравятся. Если вам понравилось это видео, и оно было для вас полезным, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментировать его, поделиться с друзьями, а также добавляйте плейлисты, вступайте на нашу группу ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно, не забывайте, а также жмакайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Станислав. Я с всех вас коррепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.